В парламенте Севастополя также обсудили особенности возврата физическим лицам денежных средств, заблокированных Нацбанком Украины в 2014 году. Докладчиком по этому вопросу стал директор Департамента финансов правительства города Владимир Викторович Штоп. По его словам, законопроект разработан во исполнении перечня поручений правительства России и связан с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя. Реализация законопроекта потребует финансовых затрат из бюджета города Севастополя, на которые средства в действующем бюджете уже зарезервированы в объеме 3 млн 618 тыс. рублей. Расчет потребности на финансирование расходов был произведен на основании данных, предоставленных Федеральной службой и судебных приставов Российской Федерации. Речь в законе ведется о средствах, поступивших от должников по исполнительным документам до 18 марта 2014 года на депозитные счета отделов Государственной исполнительной службы Севастополя, открытые в органах Государственной казначейской службы Украины. Возвращать средства будут лицам, внесенным в реестр физических лиц. Сам этот реестр формируется управлением Федеральной службы судебных приставов по Севастополю на основании исполнительных документов. Подразумевается, что возврат средств будет происходить за счет городского бюджета, а право на получение денег сохранится до 31 декабря 2017. У нас у департамента финансов опыт такой уже есть, мы уже такие выплаты осуществляли, похожие выплаты мы осуществляли. Поверьте, мы очень принципиально, очень внимательно относимся к таким выплатам, потому что это как бы деньги государственные, как и все другие. Но тем не менее, это все, что связано с законодательством другого государства было. Председатель постоянной комиссии законодательного собрания Севастополя по бюджету Вячеслав Викторович Аксенов отметил, что данный вопрос рассматривался профильной комиссией уже трижды. По его словам, вопрос действительно важный, но перед принятием закона вначале необходимо провести работу над ошибками, которых в документе оказалось достаточно. Это очень важный закон, но замечания, которые прописаны в заключении юридического управления, действительно существенные. И комиссия приняла решение рекомендовать принять данный законопроект в первом чтении для того, чтобы была возможность нести поправки. Депутаты поддержали предложение. На исправление всех недочетов у чиновников есть ровно одна неделя. Повторное слушание пройдет 11 июля.